В актуальности, пожалуйста, хочу не останавливаться, но хочу сфокусировать, что по рангу рак почки поднялся с 10 на 8 место, то есть составляет 3,8% на 22 год. По Глобакану мы видим, что на 14 месте в Казахстане среди мужчин и женщин гендерные, то мужчины превалируют. Предполагаемое количество случаев до 20-20, 20-40, видим, что идет увеличение, что в мире, так и в Казахстане. Мне хочется рассказать о нашем клиническом случае пациентке 72 года с диагнозом ЦР правой почки, состоянии после суперселективной эмболизации и лапароскопической резекции. У нее есть отягощенный анамнез, есть сопутствующие заболевания сахарного диабета второго типа и перенесенный инфаркт миокарда. То есть мы предварительно сделали почему-то МРТ, и видим, что здесь имеется образование правой почки верхнего полюса, ближе к верхнему полюсу. Провели суперселективную эмболизацию, то есть с помощью наших интервенционных хирургов мы сделали ангиографию и видим после ангиографии уменьшение кровоснабжения данной опухоли. После этого мы через полтора месяца взяли ее на оперативное лечение. Также видео можно включить? То есть после выделения самой опухоли сосудистой ножки. Как видим, взяли на держалке, пошли непосредственно на образование правой почки, установили бульдог и провели парциальную резекцию. Нашей целью было сравнить результаты резекции опухоли почки и радикальной нефректомии. Также оценить роль превентивной эмболизации сосудов опухоли почки перед удалением непосредственно опухоли. Собственные исследования. Были проведены ретроспективные исследования. Были включены 114 пациентов с Т1, 3А и 3А, Н0, М0, которые получали лечение в нашем отделении в городе Астаны. Наши собственные исследования видим, что мужчины превалируют над женщинами. Органосохраняющие операции были проведены 65 пациентов. После эмболизации 7 пациентам и нефректомии в Т3 это было 42 пациента. Все операции были проведены лапароскопическим путем. Кровопотери после нефректомии, конечно, меньше, чем резекции почки. После эмболизации мы отмечаем также уменьшение кровотечения. СКФ после нефректомии меньше, чем после резекции почек. Конечно, мы придерживались системы РЕНОЛ, шкалы РЕНОЛ и ПАДУА. Мы видим, что пациенты в основном составлял РЕНОЛ скор, это 8 баллов. И видим, что значимых различий отдаленно выживать между лечебными группами, в том числе по полу, возрасту, степени ожирения и ХБП индексом РЕНОЛ-ПАДУАЛ не выявлено. В заключении мне хотелось указать, что оценка целесообразности нефроносберегающих операций по удалению опухоли почек с применением шкалы ПАДУА и РЕНОЛ позволяет определить риск осложнения. Сложность оперативной мешательницы увеличится при нефрометрической шкале 7-12 баллов. Превентивная суперселективная эмболизация сосудов опухоли перед ее резекцией позволяет сохранить функционально с органа проведение областичной операции. Адекватная нефроносберегающая резекция опухоли почки по сравнению с радикальной нефректомией не ухудшает общую выживание с больным раком почки, но при этом уменьшает риск прогрессирования ХБП. Спасибо огромное. Вопросы, пожалуйста. Спасибо за доклад. Я не слышал, что вы через месяц брали? Через полтора месяца. А вы эти сроки как определяли? Мы это определяли, чтобы не было коллатерали. То есть совместно с интервенционными хирургами делали также УЗДГ сосудов, смотрели. То есть если нет таких выраженных коллатерали. Сколько вы таких операций делали? Семь. У нас опыт больше 35 таких операций. Хочу просто сказать, что мы тоже выбирали сроки. Срок до 3-4 дней как бы слишком рано, потому что идут свежие некротические процессы. А срок больше двух недель. Ну, были пациенты, у которых по ряду причин пришлось откладывать. Это уже поздно, потому что уже начинают новые сосуды ангиогенезики. И вот по нашим данным мы потом это, конечно, опубликуем. Самое оптимальное мы решили, это срок где-то от 7 до 14 дней. Спасибо. Спасибо. Мы учтем это. Спасибо большое. Еще вопросы, пожалуйста. Добрый день. А какая-то клиническая картина была после эмболизации? Болевой синдром пациента. Мы же получаем ишемию. Да. И если была какая-то клиническая картина, как вы справлялись с ней? Спасибо за вопрос. К клинической картины, так таковой, в принципе, разницы не было. Но мы отмечаем, что у семи этих пациентов все-таки не было такой большой кровопотери. То есть не было архитектоника сосудов, она все-таки была уже как ишемизирована, и уже было легче и быстрее делать. Ранний период после эмболизации, первые сутки? Ранний, в принципе... Отмечали вы какую-то клиническую картину, связанную с ишемией почки? В принципе, таких исследований не было. Спасибо. Нет. Спасибо. Можно еще один? Толкан, спасибо большое за интересное сообщение. А вот у этих семи пациентов, которых вы прооперировали в последующем, производилась патоморфологически исследованием материала. Какая степень патоморфоза лечебного у них была вообще, собственно, выявлена? Да. У всех семи пациентов было... Я прошу прощения, то есть мы сюда не ввели, светлоклеточная карцинома. Нет, я понял. А я имею в виду именно ответ на эмболизацию. Он как-то проявлялся? Нет в появлении зон некроза? Если да, то сколько процентов эта зона некроза была? 20, 30, 40 или некроза не было, условно говоря? Честно говоря, таких исследований мы... Ну, не было таких целей у нас проводить, но в будущем мы будем... Да, очень интересно было бы посмотреть, насколько, да, была вот неоваскулиризация, про которую вы сказали, да? Есть что прокомментировать? От 40 до 75 процентов некроза. Да, большой некроз полностью всё равно эмболизации при почке не добьёшься. А по поводу сроков, я хотел сказать, мы активно занимаемся тоже эмболизацией метастазов рака в почке, в позвонке, как правило, потому что эта зона при операции хляни-докталиях удаляется частично кускованием, где это особо актуально, да, то здесь всё-таки сроки выполняемого оперативного вмешательства в следующие сутки после манипуляции, потому что, как вы сказали, в перспективе через одну неделю будет столько коллатералей, которые никак абсолютно не повлияют на исход операции, на кровопотерю. Поэтому мы стараемся оперировать больных сразу на следующий день. И действительно, правда, за две недели будет неоваскулиризация. Спасибо.